Всем привет, с вами Юмилия, добро пожаловать на мой канал! Я восстановилась после удаления двух зубов мудрости, мне безумно сильно повезло, и моё лицо не текло, потому что я заранее была готова к тому, что меня вот так вот разнесёт. И именно поэтому прямо сейчас мы сможем вместе посмотреть Джимми. Кроме того, многие из вас ждут мои реакции на отель Хасбин. К сожалению, на ютубе я их выложить не смогу, они будут выходить на бусте. И на протяжении одного дня после выкладки каждая реакция будет доступна абсолютно бесплатно. Так что ссылка на бусте внизу в описании. И давай смотреть, чем же нас сегодня с тобой удивит Джимми. Эти танки вот-вот запустят град снарядов по 500 тысячам долларов. О, а он же делал уже нечто подобное. И если день, что уцелеет, я отдам Блейку. К счастью для тебя, я дам тебе свою кредитку, и ты сможешь тратить сколько угодно на то, чтобы защитить эти деньги от снарядов, которыми мы будем в них стрелять. То есть не строить что угодно? Что угодно, но у тебя на это 24 часа. Ну, а танки же довольно близко стоят. А в тот раз, когда, там помните, был в бассейном даже момент, они стояли подальше. Или там один танк был, я уже не помню. За мной, парни! Он бежит, мы сразу начали со спринта. Ну, это правильно. Времени не так много. Первые три часа Блейк потратил на поиск всевозможного металла, для защиты денег. Так, кажется, у них есть металл. Хотя это стоило целых 30 тысяч долларов. Я точно беру этот, этот, все пикапы. Другими словами, тебе нужны все тачки. Ага, а можете продать мне один из ваших контейнеров. Идем за мной. Да, отлично. А я думала, он будет брать именно металл, какие-то пласты. По идее, у него же есть кредитка Джимми. Он может пойти какой-нибудь там титан, какую-нибудь титановую пластину, титановый контейнер купить, если такие вообще имеются. Самую лучшую защиту обеспечить. Я хочу, чтобы вы доставили все, что я куплю в течение следующих 12 часов. 12 часов, ну, я... Я готов заплатить вдвойне. Окей, доставим. Он очень оперативно тратит мои деньги. Ну, так... 15 тысяч долларов. В ожидании доставки материалов мы вновь вернулись к деньгам, где Блейк рассказал нам о своем плане. Весь прошлый час ты разрабатывал план. Это правильно. Как ты можешь защитить свои деньги от выстрелов из танков? Шаг первый. Я накрою деньги грузовым контейнером. Это правда гениально? Шаг второй. Огромные баки с водой. Думаешь, это лучшая защита? Хорошая, но не лучшая. Ну, учитывая то, что было в одном из предыдущих видосов, я теперь к этому скептически не отношусь, потому что в той реакции я сидела и реально ныглась о том, что зачем ты поставил бассейн? И как я потом себя по-дурацки чувствовала, когда этот бассейн реально помог. Контейнер заполнен кирпичами, сеном и деревом. И в четвертых, самое надежное, крепость из грамотно расставленных тачек. В прошлом видео я видел, как снаряды попадают в тачки и рикошетят в сторону. Да! Он большой молодец, что учел опыт того парня. Что это возведет, я буду ошеломлен. Начнем работу! Удачи! Увы, Блейку пришлось ждать доставки груза еще 4 часа, поэтому он нанял группу рабочих, которые будут помогать ему с его задачей. Я строю непреставшую крепость. Хоть атомную бомбу на нее сбросить, деньгам ничего не будет. Ну, я бы не была так уверена, но... На промышленную стройку! Мне стало казаться, что... Кстати, ведь помните, мистер Бист, когда делал какие-то взрывы в своих видео, они с ребятами заходили в что-то по типу бункера и там закрывались, и им было пофиг как бы на взрыв. Он же мог взять такой бункер, несколько таких бункеров. Блин, у меня в голове возникла мысль взять бункер поменьше, его поставить в бункер побольше. Короче, сделать матрешку из бункеров. Офигеть! Мне кажется, это было бы прикольно. Но, с другой стороны, у него всего сутки, и за сутки успеют ли ему эти бункеры доставить, например. Это же тоже очень важно. Он ограничен все-таки во времени. Но, блин, мне даже интересно, что было бы с вот такой моей матрешкой. У Блэйка есть хороший шанс защитить свои деньги. Но даже если 500 тысяч переживут залпы танков, то это лишь первая из четырех атак, которые Блэйку предстоит отразить. И поверьте мне, я не шучу, говоря, что остальные будут сложнее. Остаток ночи Блэйк и рабочие без устали трудились над защитой для денег. Но к рассвету они все еще не закончили дело. Да, отлично, отлично. Всего полчаса осталось. Вот здесь деньги. Танки вон там. Зачем? Блин, какая-то... Здесь это машина. Это остатки склада, чувак. Поставь свои остатки между танками и деньгами. Кстати, да. Эта белая тачка будет здесь. У тебя пять минут. А-а-а! Не думаешь, что я умею сделать что-либо? У него планы такие грандиозные были, но как будто это очень скромненько выглядит, если честно. Че? Время вышло! Стоп-стоп-стоп, время вышло. Опускай-опускай. Уезжай подальше. Блэйк, время закончилось. Это жестко. Выглядит прочно. Поймем из танков. Я на ногах... Но все равно, как будто бы недостаточно. Уже 25 часов. Все строил, строил и строил. Блин, ну реально. Ну реально. Ему, скорее всего, повезет, если снаряды будут отлетать, как в том видео. Только в таком случае. Ну просто потому, что вот эти контейнеры, мне кажется, вряд ли помогут. Вот даже парень в том видео, он как будто больше укреплений делал, если не путаю. У него там стенки были какие-то. И вот я смотрю на все это. Выглядит здорово, но потом оборачиваюсь и вижу этих пятерых зверюк. А потом вижу снаряды, которыми они стреляют. Я и не знал, что они такие огромные. Думаешь, грузовые контейнеры их остановят? Надеюсь, что три штуки смогут. О, чувак. Нет, я не уверена, из чего эти грузовые контейнеры сделаны. Мне кажется, они просто обычные, не суперкрепкие. Начинаем. Заряжайте танки. Итак, эти пирамиды нацелены на твои деньги и готовы сделать 20 выстрелов. Блэйк, первый выстрел твой. О, отбился. Сколько пыли. Боже мой. Это только начало. Глянь на лицо Блэйка. Его деньгам точно крышка. Осталось еще 19, да? 19 выстрел. Слушайте, в прошлый раз я тоже думала, что Челику не повезет с машиной. Да, вроде как он машину тогда защищал. Но затем я была ошарашена. Думаю, как и многие из вас. Поэтому не буду сейчас делать преждевременных выводов. Челли, огонь! Это чересчур весело. Офигеть. Даже отсюда я могу насчитать 8 дыр в этом контейнере. Да, я вижу отверстия. Деньгам точно каюк. Я бы спросил, ну и как тебе? Ну, лучше пальнем тем, что осталось. Мне кажется, что что-то достанется все-таки. Многие снаряды мимо летят. Уже меньше. Даже интересно. Мне кажется, остались, остались. Да, все! Пролетело просто! Лейк, похоже, твои деньги уцелели! Тут не влетимые стопки! Я знаю, что ты счастлив. Но мы переходим ко второй фан... Блин, мне почему-то сейчас кажется, будто бы танки не совсем прямо на деньги были направлены. А как будто некоторые, ну, из них были направлены чуть выше, чуть ниже, чуть право, чуть влево. Притом, что вроде бы они, как бы, должны стрелять в центр в одну точку. Может быть, Джейми за счет этого жалеет человека, который принимает у него участие. Потому что, ну, представьте, насколько это обидно. Ты готовишься, выкладываешься на полную, да, с планы, там, создаешь людей, собираешь и проигрываешь по итогу. А здесь деньги реально в порядке. Немножко там просто в сене, видимо. А так, гуд. А здесь четырех, и через 24 часа мы взорвем самую большую бомбу, которую когда-либо взрывали в истории нашего канала. Ты сбросишь ее сверху или будешь ей стрелять? Я рад, что ты спросил. Сейчас вернусь. Блэй, как думаешь, что в этих зеленых ящиках? Я не знаю, чувак, это похоже на... 250 тысяч там тротила. Это сольные ящиков, доверху, наполненных тротилом. Как тебе такое вообще позволили? Не уверен, что это законно. И пока мы готовы... Ну, может, на самом-то деле, реально, просто чел берет танки, херажит во всем. Теперь берет тротил, делает взрывы всячески. Один из самых больших взрывов в истории Ютьюба, Блэйк начал придумывать, как спасти свои деньги. Шаг первый. Вот это гораздо сложнее. Реально нужен бункер, несколько этих бункеров. Я понимаю, что могу выглядеть как одержимая этой идеей, но мне кажется, что они же специально созданы для того, чтобы человек в них выживал, если будет какой-то взрыв. Или же еще что-то подобное, специфическое, да? И именно поэтому я бы обратила на них внимание в первую очередь. А те же самые контейнеры, они создаются абсолютно для другого. Они создаются для того, чтобы груз в них был в безопасности, да, с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки этот груз может быть различного содержания. Продукты какие-то. Это же не ювелирные там украшения. Или же не какие-то там мощнейшие орудия, к примеру. Убрать отсюда все легко воспламеняющееся. Все дерево прочь. Да, правильно, уница. Шаг второй, резервуары с водой. Шаг третий, перевести. Там тут столько воды нужно и сверху воду, и по бокам поставить. Крузовые контейнеры, которые у меня есть. Я хочу поместить их друг в друга. И четвертый шаг, это стены. Цемент, кирпичи, машины, если понадобится. Взрыв гораздо опаснее, чем танки. Он больше, чем тот, которым взрывали сейф. Ооо. Да, все, что было внутри, уничтожено. Да ладно. В прошлый раз он потерял 250 тысяч долларов. Мы это повторим? Нет. До второго. Подождите, стоп. Это... Это он был? Было внутри уничтожено. Да ладно. В прошлый раз он потерял 250 тысяч долларов. Мы это повторим? Это реально он, просто без усиков. Я его не узнала. Я с первого услышала, я такая, типа, че? Реально? Блин, ему так усики шли, но он в целом симпатичный парень, да? Но вот с усиками что-то такое было особо. До второй фазы было всего 18 часов. И Блейк обратился к нам. Прикольно то, что Джимми дал ему второй шанс. Они там рабочим с пламенной речью. Господа, мы пережим. Он же харизматичный там еще был. Да, да, давайте, давайте. Вы молодцы, вы великолепны. Но 500 штук все еще там. Так что давайте работать! Да, погнали! Интересно, сколько он им заплатил. А поскольку к этому моменту Блейк бодрствовал уже более суток, он доверил строителям закончить работу, пока сам хорошенько выспится. Да, я иду спать. Спокойной ночи, парни. Это Блейк. Конец связи. Но будучи сильно измотанным, Блейк проспал гораздо дольше, чем планировал. Итак, я хорошо вышелся. Надо узнать, сколько работы было сделано за ночь. Половина. Пусто. То есть, за время моего отсутствия ничего не изменилось? А-а-а! Это не... Потому что все надо было контролировать самому, или же какого-то человека нанять, или же позвать, может быть, друга, который сам бы вот всем руководил. Хорошо. Теперь... Деньги-то не их, собственно, эти 500 тысяч. Сталось всего 6 часов. Как бы речь он продвинул правильно и хорошо сделал, но все-таки нужно было оставить какого-то человека, который бы все контролировал. Блейк делал все, что мог, прикрывая слабые места зубчастями, кирпичами и тачками. Выглядит хорошо. Блин, даже если сейф не выдержал, вот как раз сейфы из прошлых видосов, то я даже не знаю, что делать. Хорошо. Очень хорошо. Надо было тогда ставить сейф в сейфе, сейф в сейфе. Вот прям... Чтобы было до хренища сейфа. И сверху все вот это. Если прислушаешься, то услышишь звук. Это везут в школьный автобус, и его сейчас поставят прямо туда, где ты стоишь. Надеюсь, в нем нет детей. Это короткий автобус. Я не об этом спросил. Это наш новый батончик. А, такой махонький. Хочешь попробовать, Блейк? Да. Блин. У меня один человечек из моего дискорд-сервера. Привет, Артем. Был в Дубаях. Ну, короче, в АЭ. И дело в том, что он там купил мне одну плиточку шоколада мистера Биста. Там шоколад этот стоил дорого. Если я не путаюсь, 700 рублей за одну плитку. Как бы реально цена довольно-таки высокая. Но эта плиточка шоколадки уже едет ко мне. И как только она приедет, я с радостью ее попробую вместе с вами. И скажу, как мне шоколад мистера Биста. Я использую наши снеки, чтобы он отвлекся и забыл показать, куда надо ставить автобус. Может, тесно говоря, этот лучше, чем все остальные. Все остальные. Я серьезно. Кто-нибудь хочет шоколада? Поймал? Реально? Так, а куда они воду льет? Да, зачем? Нет, а зачем он сверху воду лил? Он, наверное, в баке хотел ее залить, да? Он на колесах такой голосный. Зачем он просто так льет воду? А, типа, чтобы... Я поняла. Когда произойдет взрыв, там же дальше, ну, можно сказать, будет пожар, все будет гореть. И чтобы меньшая часть всего этого воспламенилась, или же с меньшей силой. Да. Это имеет смысл. Дом на колесах только подвезли. Даже не поставили. Ты едва спасся от танков. Посмотрим, удастся ли тебе это вновь. Пусть солнце зайдет и немного стемнее. Почему он не подумал про Бонгер? Это крупнейшая бомба, которую мы когда-либо взрывали. Это первая бомба в моей жизни. Блэк, ты нервничаешь? Да, я уже вспотел. Это устройство-взрыватель. Держи. Мы в эфире? Да, в эфире. Два дня работы. Сам взорвет свои деньги. 17 машин, 6 баков с водой, 4 контейнера и 500 тысяч на кону. Узнаем, разбогатеешь ли ты или уйдешь домой ни с чем. Если удар будет точечным прям вот в этот контейнер, где находятся деньги, вот прям тютелька-тютелька, в него ничего не поможет. Ты же готов, Блэйк? Три! Или же, подождите, там тротил был в ящиках. Может быть, их расставили как-то по периметру. Тогда шансов больше. Два. Один. Мама, я тебя люблю. Удала по периметру. А деньги, получается, в центре. Охренеть. Боже мой! Гигантские опены вифи! Ну что, пойдем тушить? Прежде чем тушить, я просто тяну время, чтобы... Быстрее! Быстрее! Как хорошо, что он на он его смотивировал бежать. О, там все горит. Так, будь осторожен. Быстрее! Надо было профессионалов. Прочит моих денег! Пожар все еще не стих. Блэйк переносит мешки с песком. Нет, деньги в порядке. Думаю, деньги в порядке. Хоби не пепел. Что ты видишь? Что ты видишь? Вижу зеленое! Да. Боже мой! Да, детка! Просто если бы прямо на этот контейнер поставили бы тротин ящичек, с ним денег бы сто процентов не было. Но, видели, когда был взрыв, это все происходило по периметру. И... Топчик. На них много грязи, но, похоже, они уцелели. Отдумает. Я так и знал! Блэйк, ты официально прошел вторую фазу из четырех. Хочешь узнать, что... А еще две фазы будут? Подождите, я прослушала или... Что будет дальше? Да. Я уже боюсь. Так. Итак, Блэйк, в третьем испытании мы будем сбрасывать на твои деньги горящие автомобили, наполненные бензином. Скажи, сколько будет машин? Много. Много? Очень. Звучит очень небезопасно. Сбрасывать. Это будет самый сложный этап. Блэйку придется не только отражать атаки с неба, но и защищать свои деньги от горючего бензина, просачивающегося сквозь щели его защиты. А после того, как мы сбросим машины, у меня будет еще один сюрприз. Удачи. Так, блин, а когда ему спать, бедному? Реально. Ахаха. Я хочу, чтобы ящик с деньгами был залит бетоном, а сверху деньги накройте лишним грузовым контейнером. Поскольку Блэйк усердно работал последние несколько дней, он... Я даже не знаю, что можно было бы сделать. Но опять же взять какой-нибудь сейф, туда деньги, потом бетон уже. Сразу лег спать и отложил большую часть работы на следующий день. И хотя он казался уверенным в себе, это испытание в итоге оказалось сложнее всего, с чем он когда-либо сталкивался в наших видео. Потому что до этого он обстраивал все вокруг, а теперь надо стройку вверх как бы делать, вертикально. И это сложнее гораздо. Мы победим! Давай! Верем! Итак, четвертый день. Я сейчас как зомби. Возьмем один мой запасной контейнер, поднимем его и поставим так, чтобы острие было направлено вверх, как пирамида. Машины будут врезаться в нее, падая вокруг, но не на деньги. Мы должны как можно скорее затащить этот контейнер на вершину. Это начинает меня немного беспокоить. Блейк несколько часов старался поставить верхний контейнер под углом, чтобы отклонить автомобили. Он даже использовал деревянные бревна в качестве подпорки. Деревянные бревна? Оно же все загорится! Там же бензин, да хрена, эти деревянные бревна, они сгорят, и контейнер покосится, если под контейнером. Деревянные бревна тут нахрен не нужны. Если контейнер не будет там, где нужно, я, вероятно, потеряю много денег. Блин, он, походу, реально очень уставший, об этом не подумал. Ну вот они стоят, родимые, они же реально загорятся. Хотя за какой промежуток времени они сгорят? Вот этого я не знаю, например, да? Насколько там действительно будет много бензина, как вообще все это будет выглядеть. Пример-то мы с вами и видели с этой машиной, да, вот тут. Но как это будет реализовано, не ясно. И ему просто повезет, если они не успеют сгореть, и это все будет довольно-таки быстро. Но бензин же будет чечь, вот прям стекать тут. Получилось! О, чувствую себя прекрасно! Цистерну с водой перенесем сюда, наполним ее кирпичами, а затем возьмем последнюю оставшуюся машину и поставим ее здесь! Отличная будет защита, все будет просто прекрасно! У нас есть план, детка! Ну, а чего Блэйт не знал, так это того, что я привнес в дело один нюанс. Хочешь узнать, в чем нюанс? Да, что за нюанс? Иди за мной. Видишь вон тот флаг? Это катапульта. Пока сверху будут падать машины, сбоку будут прилетать гигантские огненные шары. Чувак... Жиме издевается просто, реально! Чувак, не ожидал? Он только к одному готовился, теперь надо к другому. Только не катапульты. Материалов больше нет, мне больше нечего использовать. В течение последнего часа Блэйк закрывал слабые места крепости. Однако, кое-чего важного все еще не хватало. Водовозка, которую он отправил с утра за водой, очень опаздывала. У него осталось 90 секунд. Парядок, погнали! У Блэйка, как всегда, все в последний момент. А что поделать? 59! 58! 54! Он обливает все водой, прежде чем мы бросим машину, пытаясь защитить деньги от огня. Осталось 30 секунд! Я буду... Ты действительно думаешь, что это остановит огонь? Наверное, я полила бревна вот эти, которые снизу там лежали. 3! 2! Он, кстати, пройдет туда воду. Ааа! Я направлял! Только за это я не пощажу тебя в последнем этапе! Ты знал, что я так сделаю, чувак. Это было нарочно! О, боже, момент истины. Посмотрите, как она высоко. Удачи тебе! Это только первое из пяти горящих... Блин, просто будет опитно, если он и в предыдущем испытании проиграл, а тут проиграет. Чехмашин, которые мы сбросим. Не считай пяти горящих шаров смерти из катапульты. Ты готов, Блэйк? Давай, чувак! Удачи! Выглядит эпично. Бросьте ее! О, нет! О, боже! О! О, на своем пути? Горящая машина успешно скатилась с контейнера. Однако дерево, которое Блэйк его подбирал, быстро охватило пламя. Да! Че, что происходит? Чел! Надо было какие-то стержни металлические туда положить. Что происходит? Что там горит, Блэйк? Брёвно-брёвно. У меня сейчас просто... Окей, что было на вершине грузов... Рельсы какие-нибудь, он же мог туда реально подложить. Так, там было дерево. Что мне сказать? Зачем? Он реально просто походу не выспался. Стучим по дереву. Ты положил дерево? Знаешь, что мы сбрасываем горящие машины? Нужно было его использовать. К счастью, Блэйк обложил свои деньги шлокоблоками. Так что вероятность того, что они не сгорели, очень высока. И раз уж мы перешли к самой крутой части этого видео, то сейчас я расскажу вам об Эйкорнс. Их дебетовая карта поможет вам приумножить свои деньги, а не просто их потратить. Подробнее об этом через секунду. Огонь! Эйкорнс запустили новую дебетовую карту Mighty Oak совместно с Дуэйном Джонсоном. Крутость этой карты в том, что при совершении покупки она автоматически округляет сумму до доллара и инвестирует разницу за вас. Хотите, верьте, хотите, нет, но ваши деньги тоже под атакой. Но они огненных шаров смерти, а таких вещей, как счета, расходы и инфляция. Поэтому, когда вы не тратите их, они работают по самым высоким годовым из всех возможностей. Ченлер, что значит годовые? Это значит, что вы можете противостоять счетам и инфляции, просто имея деньги на карте. Блин, мне кажется, катапульта. Это абсолютно не опасно, потому что уже два выстрела катапульта и промахнулись, можно сказать. Но вот эти машины, я бы за них больше переживала. Вспоминаю, каково это потерять подобную сумму. Смотрите, он прямо в деньги! Прямо попадает! Да! Если подписку мы с Эйкорнс дадим вам 20 долларов, чтобы вы начали приумножать свои деньги. Я не могу, я просто акцентирую внимание на видео, на том, что происходит. Он рекламирует, у меня в голове все смешивается. Задите на acorns.com. Это гениально, потому что, такую рекламу ты не промотаешь. И как заставить ваши деньги работать на вас? Подожгите ее! Бросайте! Тут выстрелка по культу. Да блин, там такой пожар начался. Огненный дождь продолжался всю ночь. О! И по мере того, как пламя усиливалось, судьба денег Блейка начала казаться безрадостной. Нет, нет, нет! Огонь бушевал более полутора часов! Либо все деньги будут на месте, либо их не будет вовсе. Вон там лежит куча дров. Он случайно создал гигантский костер. Он думал, что строит крепость, а на самом деле создал печь! Ну, все еще есть шанс того, что бетон защитил деньги. Грустно. Блейк, момент истины! А ведь подождите, в каминах используют кирпичи. И ведь можно было что-то подобное соорудить. Просто он шлакоблоки вот эти накидал туда. Если я не путаю, на одном из кадров я это видела. Или же они разлетелись уже. А ведь можно было прям реально сделать постройку. Защитили ли шлакоблоки твои деньги? Или огонь был слишком сильным? О, нет! Боже мой! О, нет! Скорела! О! Они испорчены! Стой, подожди! Деньги поджарились! Давай начистоту, Блейк! Может хоть что-то осталось, а? Там тысячи градусов! Давай будем реалистами, Блейк! Там вдруг что-то осталось! Что пропало? Как ты видишь, большая часть денег выглядит так. Так, еще одна потеря. Да, это больнее, чем с лазерами. Больше всего... Блин! Когда у тебя еще второй шанс появился и все, просрать! Обидно из-за того, что я так много работал впустую. Да, это отстой. Знаете, говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Ему реально не хватало какого-то советника, что ли. Мне вот интересно, почему люди в таких видосах мистера Биста не идут консультироваться с профессионалами? Они же реально могут найти фирму, специализирующуюся на, не знаю, каких-то технических аспектах, там, производство бункеров, сейфов. То есть можно же найти человека-специалиста, который будет знать физику ту же самую, да? Как что лучше разложить, какая плотность у того металла, у другого металла. То есть можно за эти деньги нанять человека на несколько дней. И я думаю, что он сам будет не против, потому что ему довольно-таки много бы заплатили. Нанять этого человека, консультироваться с ним, создавать план. То есть по факту на план нужно тратить минимум часа два. Понятное дело, что искать такого человека тоже долго, но учитывая то, что он уже понял, что этапов будет несколько, можно было на втором этапе уже начинать искать такого человека, и к третьему этапу он мог бы его найти. И по итогу, получается, было три этапа, а что должно было быть четвертым? Успытание официально завершено. Это грустно. Во второй раз уже. И прежде чем ты уйдешь, Блэйк, у меня есть предложение. У тебя два варианта. Ты можешь уйти со ста тысячами долларов, либо получить третий и последний шанс сняться в одном из наших будущих видео. Блин. Хорошо, я вернусь. Ты вернешь? Я вернусь. Ну, самое главное, чтобы и в следующий раз тоже был шанс получить ну, хотя бы какую-то часть денег, потому что это так жестко, и я уже реально начинаю переживать за этого парня. Так до него грустно, то, что уже второй раз пробует и не может никак уловить эту возможность, но классно то, что Джимми дал ему такой шанс. Видео о последнем шансе Блэйка будет прямо здесь. Но выйдет оно только в феврале. Блин, только в феврале! Хотя подождите... Да, еще полмесяца ждать. А хотелось бы быстрее посмотреть. Думаю, что я, зрители, да и никто не переживет, если ты проиграешь в феврале. Увидимся! Чел, мы в тебя верим! Давай там тащи, чтобы выиграл в следующий раз стопроцентно! И я очень сильно надеюсь, что он будет учиться на своих ошибках, на ошибках людей в предыдущих видосах Мистера Биста и даже в будущем. И удачи ему! Реально, желаю, думаю, как и вы. Ну, а с вами была Юмилька. Спасибо за просмотры и мои реакции, и всем пока!